В Белгороде все поликлиники для взрослых объединены в одно учреждение. Реорганизацию провели в конце прошлого года. Главное – цель на выведении сократить очереди, время записи на прием и в целом повысить качество оказываемых услуг. О промежуточных итогах слияния расскажет Ирина Подзолкова. В поликлиническом отделении номер 2 завершаются ремонтные работы. Уже совсем скоро здесь появится новая вежливая регистратура. Ее принцип максимально прост. Уже на входе пациента встречают с готовностью помочь. Здравствуйте! Встретить с улыбкой, направить в нужный кабинет и проконсультировать по любому вопросу. Комфортное обслуживание пациентов – главный принцип работы вежливой регистратуры. Это позволит повысить доверие к докторам. Медики, в свою очередь, уверены – процесс лечения при позитивном настрое пойдет намного быстрее и эффективнее. Со всеми специалистами на площадках работают психологи. Они определяют основные концепции поведения и общения с пациентами. С нового года мы занимаемся снижением конфликтных ситуаций как с пациентами, так и в коллективе. Мы занимаемся контролем с помощью беседы, с помощью анкетирования. Каждый день мы объезжаем новую площадку – поликлиническое отделение. Потом делается анализ и даются рекомендации. Заметные улучшения и в работе семейных врачей. Например, на площадке 6-го поликлинического отделения очереди стали намного меньше, а доктора получили больше возможностей. Они проводят первичный прием, диагностику и лечение больных с неврологическими, ортопедическими, гастроэнтерологическими и другими распространенными заболеваниями, при необходимости направляя пациента к узкому специалисту. Мы потихонечку привыкаем к нововведениям. Больше появилось возможности, даже элементарном назначении анализов. Я могу больше это делать. Я понимаю, что я могу сама сориентироваться, посмотреть. И если необходимо, уже дальше направлять к узким специалистам, нежели это было раньше. Главным плюсом реорганизации стало приближение медицинской помощи к горожанам за счет сокращения сроков ожидания. Население видит и отмечает первые улучшения. Много новых технологий, много добавилось аппаратуры. Врачам легче в том плане, что пациентов принимают быстрее. Реорганизация позволила уравнять все поликлиники в плане оснащенности. Теперь у каждого пациента появилась возможность воспользоваться необходимым оборудованием. Также новая система регулирует кадровый вопрос. Исключаются ситуации, когда где-то специалистов не хватает, а где-то у врачей не хватает нагрузки. Структура, внутренняя структура поликлиник нисколько не изменилась. Все врачи, которые принимали в этих поликлиниках, все службы, которые работали, продолжают работать в своем штатном режиме. Какие преимущества принесла нам эта реорганизация, это объединение? Сегодня с любой площадки, с любого поликлинического отделения, где бы вы ни проживали или работали, вы можете обратиться за медицинской помощью в любое подразделение, находящееся ближе к вашему дому или к вашей работе. Вас примут везде при наличии полиса, паспорта и СНИЛС. Прикрепляться для этого на сегодня не обязательно. Если вы постоянно хотите посещать какого-то врача, тогда вы прикрепляетесь к нему. Если вам нужна неотложная помощь, вы можете подойти в любое поликлиническое отделение, и вам его окажут в кабинетах неотложной помощи, которые работают 12 часов в день. Система пока не отлажена до конца. Существует ряд недоработок. Но врачи уверяют, что уже к лету исправят все недочеты. Главная цель, которую ставят медики – формирование совместной ответственности доктора и пациента за сохранение здоровья. Ирина Подзолкова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.